Султан Мурат Маушев, инвалид второй группы. Чтобы прикоснуться к святыне, он провел в дороге более 8 часов. Мужчина приехал из Ногайского района специально ради выставки. Пропустить встречу с реликвиями любимого пророка он не мог. Барракад от этих встреч он ощущает не только духовно, но и физически. В Каспийске, когда первый раз привезли, я тогда был там одной ногой. И после этого я начал, 100 метров не мог ходить, после этого я начал ходить, после этого я и медвежей пошел, 5 лет учился. Вера в Господа и почитание его посланников соответственно придает важность и их реликвиям. Несмотря на расстояние, верующие готовы следовать за ними даже за пределы республики. Для каждого это возможность почувствовать себя рядом с пророком. Я один раз видела в Грузии, когда поехала, я говорю, ну это мне очень мало было, это капля моря была. Но сейчас еще раз, когда увидела, очень, вот нет слов даже, вот, вообще спасибо большое. Вот так вот привезли, вот так вот можно женщинам пойти, посмотреть, увидеть вот это все, сабля, вот это все. Мы уже не первый раз это видим. Еще когда в Гирге были, мы видели, еще в Махачкале, когда привезли. И у нас, как сказать, семейная традиция, такое великое дело, такое реликвия, это благодать для нас. Значимость таких мероприятий тяжело переоценить. Укрепление духовных ценностей в Дагестане всегда имело весомое значение. И сейчас приоритеты духовности не поменялись. Такие места очень надо посещать, потому что, как я всегда говорил, нашим своим ровесникам, у нас, мы, говорят, сердцем верим, но она залита бетоном. Для этого надо отбойный молоток. Отбойный молоток – это зикор. Или самое лучшее – размягчитель. Размягчитель – это салават пророка, нашим салават пророком. Чтобы у всех у меня сердца размягчились от этого. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Агвали.